Между Крымом и скамьей подсудимых. Почему дела в отношении европейцев, признающих Крым российским, имеют политический привкус? Обсудим сегодня с нашими гостями в студии Андреас Маурер, глава фракции партии Левы в парламенте города Квакенбрюк и Юрий Гемпель, депутат Госсовета Республики Крым, председатель национально-культурной автономии немцев России. Господа, добрый вечер. Андреас, получается, что германский суд признал вас виновным в якобы фальсификации выборов. Есть грешок или это все-таки политический подтекст? Нет, суд еще не признал виновным. Дело идет дальше. Я все документы опубликовал, что это идет полное политическое давление. Я всегда на выборах имел хорошие результаты. Всегда это так было. И, кстати, как раз судебный процесс начался в 2016 году. Я в мае был здесь. В июне открыли были судебное дело, можно сказать. Чисто формальность. Нет ни одного свидетеля. Нет ни одного, который подтвердил бы, сказал бы так и так и так. Да, у меня хорошие результаты. Да, люди меня выбирают. И вот эти решения, можно сказать. Сейчас моя коллега, которая тоже в Крыму была, три года спустя сейчас тоже разворачивает там уголовное дело. Идут финансовые проверки. У меня уже были после приезда в Крым две финансовые проверки. Потому что идут, даже на аэропорту бывает редкий раз встречают и говорят, так, сколько денег вы везете с России. Понимаете, это все анонимно происходит. И поэтому давление, оно есть. Или мой коллега Мануэль Оксенрайта, который тоже принимал участие здесь, был наблюдателем в 2014 году. Его сейчас обвинили, якобы он в Украине что-то там натворил. Понимаете? Сколько денег везете? То есть они считают, что вы в Крым за деньгами едете, да? Ну, наверное, это вот так все проплачивается, считается. Идет такая настоящая организованная пропаганда. Не пропаганда, а давление. Что будете ездить, будем дальше копать. Юрий, а действительно, уже далеко не первый случай, когда европейская административная машина, она пытается каким-то образом влиять на людей, которые так или иначе связаны Крымом, которые признают результаты референдума 2014 года. Вот пример поляка, да, мать Оша Пискурска, да, он сидит сейчас в СИЗО, его обвиняют в шпионаже в пользу России. Да, всем помним, он приезжал наблюдателем, действительно видел всю картину, все это происходящее. Получается, что не имеют права европейцы на свое собственное мнение, да? В противном случае их ждет какое-то наказание? Вы знаете, двойные стандарты мы отмечаем на протяжении последних пяти лет, особенно по отношению к тем людям, которые участвуют в крымском вопросе и, естественно, в пророссийском настроении. Поэтому это нас сегодня не удивляет, к сожалению, это есть. Нарушаются права человека, нарушаются права граждан Европы. Но я вам хочу сказать другое, понимаете, вот этот процесс остановить невозможно, невозможно остановить его и вот используя такие грязные, на мой взгляд, рычаги давления, как проверки финансовой деятельности, проверки результатов выборов и многое другое. Я вам хочу сказать, что с каждым днем все больше становится людей, политиков из Европы, которые разумно подходят к крымскому вопросу. И даже вот буквально у нас вчера была встреча, значит, у нас еще один коллега прилетел из Голландии. Я вам хочу сказать, что количество этих людей растет, и я думаю, что та информационная блокада, которая была, вот в 2014 году, она, конечно же, прорвана. Понятно, что проправительственные СМИ в странах Европы дают все-таки черную картинку по событиям крымским, но результаты достаточно высокие у нас. Информационная блокада прорвана. Не только средства массовой информации, но и всевозможные социальные ресурсы. Андреас, насколько я знаю, вашу страницу в социальных сетях не единожды блокировали. Сейчас в Фейсбуке вы активны, нет? Я очень активен, у меня более 5000, по-моему, друзей. А почему блокировали? Блокировали, например, я приведу пример. Я был в Донецкой Народной Республике, получил орден дружбы от Александра Захарченко. Когда погиб Александр Захарченко, при покушении на Александра Захарчика, я, конечно, опубликовал, что я это очень сожалею, и поставил эту фотографию. За эту фотографию заблокировали. Как-то была у меня прямая трансляция фотографии про Крым. Мы тоже ставили, тоже блокировали. Можно сказать, за правду, за факты блокируют страницы. Но я хочу сказать и посоветовать всем, все равно стоит жаловаться в редакцию, стоит описывать. Когда я писал, где я был в Донбассе, что я персонально с Александром Захарчиком знаком, что это моя фотография, которую я сделал, меня разблокировали. Поэтому там есть такая машина, но давление вообще идет. Сейчас я вот вижу по своим друзьям в Фейсбуке, что буквально каждый день одного или другого активного, который активно высказывает свое мнение, не только про Россию, или даже если критически мы ставим вопросы Германии против правительства Германии, например, тоже идет блокада или на день, на три дня, на месяц, все больше и больше. Это инструменты. Что интересно, хочу вам сказать, что уже многие граждане Германии, которые, можно сказать, русским не владеют, имеют вторичную страничку ВКонтакте. Русскую на всякий случай. Русскую на всякий случай. Где говорят, вот я сейчас заблокирован, но в русской страничке вы можете меня найти. Там можно еще свободно общаться. Вот такая информация тоже идет. Андреас, но насколько я понимаю, вы активны не только в социальных сетях, но и на телеканалах. Поговаривают, что вы на НТВ там драку в прямом эфире спровоцировали. Это так? Как дело-то было? Ну, дело было нет. Нет, я не виновен. Нет, дело было так. Очень серьезный вопрос. Я как раз был в Донбассе. Это было 18 или 19 февраля. Был в Донбассе, приехал назад, видел, что в Европе идет война. И когда меня редактор или журналист Андрей Норкин спросил, то я просто рассказал, что я видел. Что я был на могиле, где захоронено более 110 детей. И это происходит в Европе. И мы, Европа, закрываем глаза. И в этот момент польский представитель, я не знаю, кто он, Суворов, начал кричать. Это провокация, это вранье. Вы должны показать фотографии. И вы должны были заснять... Он польский, не украинский разве Суворов? Это был Суворов, да, это украинский. Где начал просто кричать. И тут Норкин не сдержался. И, кстати, правильно сделал. И я просто заметил, что все начали драться. Но я воздержался пока. Вы не виноваты, да? Но, по сути, сразу... Юрий, ну, вы, наверное, провокатор не меньше, учитывая ваше заявление касательно Климкина, да? Пригласили сюда господина? Приехал, ответил он, нет? Ну, вы знаете, к сожалению, господин Климкин еще не ответил. Я думаю, он как-то, наверное, на это приглашение отреагирует. Но, вы знаете, мы же отслеживаем информационное поле, и, в частности, все заявления, которые делает Климкин. Они зачастую просто фейковые такие заявления. И поэтому, конечно же, было бы, наверное, ему все-таки разумно приехать в Крым на пятилетие крымской весны, посмотреть, как динамично развивается Крым. И вообще, посмотреть, насколько граждане Крыма участвовали в самом референдуме. Потому что, вот Андреас часто говорит, да, он говорит, особенно своим оппонентам, которые дают информацию, черную информацию о крымской весне, он говорит, а вы были в Крыму? Нет, не были. А как вы можете говорить о том, что там происходило и происходит на сегодняшний день? Поэтому, конечно, было бы разумно господину Климкину побывать у нас в гостях, вот здесь в студии, наверное, было бы интересная у нас передача. Боюсь, Андреас снова спровоцировал бы драку. По-моему, это возможно. Ну, действительно, вот если говорить о тех проверках, да, вот всевозможность, в Германии вы сказали, что и финансовые проверки существуют, да, но ведь зачастую эта информационная война, она все-таки разыгрывается в первую очередь в масс-медиа. Это действительно так? Вот какая основная проблема дезинформации общества в Евросоюзе, в частности, на примере Германии, наверное, да, эта угроза на сегодня имеет тенденцию к нарастанию? Или вот тот пиковый период, да, там, условно, 14-й год, когда вот Крым был действительно топом, да, он все-таки уже прошел? Пиковый период, что касается Крыма, он прошел. Это однозначно. Я уже неоднократно это говорил. И поэтому тенденции Киева, скажем, как-то вернуть эту тему на повестку дня, мы знаем в Керчи с мостом проблема, что всегда Киев старается вернуть и говорит, ну, тут же еще вопрос с Крымом как бы не решен. Я уже буквально вижу тенденции, что если в 2014 году, в 2015 году, может быть, даже в начале 2016 года, когда говорили про Крым, всегда показывали танки, массы людей, и показывали крымских татар перед парламентом, это было как бы старые фотографии. То буквально сейчас, в 2018-м, 2019-м, я уже это не вижу больше. Идет уже с помощью соцсетей, с помощью того, что тысячи людей уже с Германии побывали в Крыму, в мирном Крыму, и увидели сами, только через народную дипломатию, через наши проекты, примерно уже 500 человек побывали. Это общественники, это политики, это молодежь, студенты. Они, конечно, приезжают и рассказывают то, что они здесь видели. Едут туристы. Если я в 2016 году летел, можно сказать, был один немецкоговорящий в самолете. Теперь я вижу, что и немецкоговорящий, и английский, и итальянский язык слышно в самолете. Вы знаете, поэтому, как Юрий Константинович сказал, блокада, как таковая, она прорвана. Правда, доходит. Конечно, еще не в том смысле, я просто, понимаете, даже вот сейчас первый канал из Германии, они опять хотели так сделать репортаж, так я им прямо говорю, слушайте, а что вы даже ко мне приходите, ну, сядьте в самолет, летите, есть гемпель, есть пресс-служба, они вам просто едьте и снимайте, показывайте, общайтесь с людьми, как я это делаю. Вот мы вчера даже имели такую, ну, индивидуальную программу. Выходите в эфир, показывайте, разговаривайте с людьми. Этого, конечно, не происходит. И одна журналистка ЦДФ, центрального немецкого канала, мне сказала, как бы она работает, она говорит, Андрей, я почему не еду в Крым? Потому что то, что я сниму, у меня этот материал никто не купит. Они его не хотят, это противоречит тем стандартам или той позиции, которую массовые СМИ, к сожалению, всегда создавали. Поэтому, а сам, как вы задали вопрос, пик, он однозначно прошел. И уже тут, можно сказать, на Западе вопрос Крыма, чей он, как, теоретически и практически больше уже никто не ставит. Там уже тоже последний политик понял, что Крым является часть Российской Федерации, народ принял это решение, и заявления в Киеве, они настолько абсурдны, если сейчас какие-то, я знаю, там, по-моему, 20 кандидатов на постпрезидента или 40, там очень много, когда кто-то там говорит, я верну Крым, такое заявление на Западе, ну, даже простой локальный политик не может взять во внимание, потому что это абсурд. Вот вы говорите много о народной дипломатии, или действительно у нас большое количество иностранных делегаций сюда приезжает, да, представители различных сообществ, и бизнес, и политических, и общественных, но вопрос, дружба, бывает ли она, может ли она, в принципе, быть безвозмездной вот в геополитическом плане? Наши выгоды очевидны, да, мы прорываем, продолжаем прорывать информационную блокаду, да, мы ищем инвесторов, это тоже хорошо. Выгоды тех людей, которые хотят дружить с Крымом, какие? Ну, вы знаете, я бы сначала сказал, что вот качественный состав этих делегаций, которые к нам прибывают, он достаточно серьезно изменился по сравнению с 2014 годом. У нас в составе делегации сегодня общественные деятели, политики, руководители общественных объединений, молодежных объединений, ну, различных, это люди интеллектуального труда, преподавательский состав университета ВУЗов, и в том числе бизнесмены, то есть это люди, которые имеют свою аудиторию и транслируют увиденное и свое мнение, конечно, на эту аудиторию. Это первое. Второе, безусловно, конечно же, выгода есть, в том числе и для наших коллег, которые приезжают из Европы. Я вам хочу сказать, что последнее время проявляют интерес к Крыму в плане посещения это бизнесмены, малый и средний бизнес. Буквально вот в июне месяце мы ждем большую группу бизнесменов из Германии. Просто люди хотят сегодня работать, они видят, как динамично развивается Крым, они видят, что сегодня здесь идут серьезные преобразования, и хотят поучаствовать в этом в качестве инвесторов. Понятно, что та санкционная политика, которая сегодня существует, она тормозит этот процесс, но затормозить его уже невозможно. Этот процесс начался. И даже вот Андреас Мавлеров, последний, вот приехал он сейчас, он даже картой своей, я имею в виду банковской картой, расплатился, будучи у себя в Германии, за гостиницу. То есть это тоже показатель достаточно серьезный. Если это год назад, два года назад это было сделать невозможно, то есть банковские карты не работали по Крыму, сегодня не работают. Перед к вам вопрос уже не как депутату, а как председателя национальной культурной автономии немцев Крыма. Германия на сегодня одна из столпов Евросоюза. Некоторые страны уже потихонечку отсеиваются, Европа трещит по швам, по сути, в формате Евросоюза. А взять в пример тот же Ялтинский экономический форум. Поэтому много ли немецких, германских бизнесменов готовы приезжать на эту площадку, учитывая все-таки административное давление, да? С каждым годом, с каждым годом все больше желающих поучаствовать во Международном экономическом Ялтинском форуме. В то же время, хочу сказать, в прошлый год у нас было достаточно много бизнесменов из Германии, в то же время они, конечно, хотели бы больше конкретики по экономическому форуму. Они хотели бы, скажем, после экономического форума уже иметь дорожную карту. Ну, что вам хочу сказать. Это достаточно реально все. И я могу сказать, что даже после экономического форума у нас появились первые инвесторы. Не буду сейчас в эфире озвучивать, потому что, как правило, инвесторы из Европы, они не стараются публично говорить о своем бизнесе, который они уже здесь имеют. Они этот бизнес имеют, они здесь работают, они представлены. И, опять же, возвращаясь к июню месяцу, они приедут сюда, у них достаточно серьезная будет программа, будут встречи с представителями Министерства ведомств по направлениям, которые их интересуют, где они могут приложить свои усилия. Поэтому процесс запущен, процесс неизбежен, инвестор к нам идет. И, конечно, выгоду они свое увидят. Прежде всего, в туристическом и сельскохозяйственном секторе. Андреас, вот в Германии планировали создать координационный совет друзей Крыма, целый орган. В него должны были войти представители ФРГ, если не ошибаюсь, Австрии и Швейцарии. Как успеха? Он создан, я представляю его. Сейчас актуально, есть группа в Швейцарии, я был в Вене, в Вене юридически сегодня зарегистрирована, в Германии зарегистрирована юридически. Кстати, народная дипломатия зарегистрирована юридически и друзья Крыма зарегистрированы юридически. И конференция на тему Крыма сейчас актуально пройдет в Москве 20 марта, посвященная Крымской весне. Работа идет. Голландия у нас. Голландия, вот мы сейчас актуальны, Голландия, вчера прилетел человек, сегодня он тоже уже примет на переговорах, и мы уже вчера обсудили возможности создания клуба народной дипломатии друзей Крыма в Голландии. Да, и хочу сказать, что у нас на подходе еще Монголия, как это ни странно. Ну, я так не хочу быть за Монголию вполномочен, будем искать новых людей. А почему эти люди, они хотят стать друзьями Крыма? Вы знаете, вот я сам был удивлен в Германии, я пригласил народной дипломатии, это очень обширный проект, мы работаем и с Донбассом, и с Норвегией, и со всем. Поэтому я просто подумал, вот думаю, насколько возможно, что есть люди, которые интересуются только Крымом, или большинство Крымом. Я пригласил через соцсети, мне пришлось поменять потом место встречи, где только заходило, может быть, 10 человек, мне пришлось в последний момент, потому что заявок было со всей Германией больше. И что интересно, очень много людей, которые с Россией, не в России родились, или не русскоговорящие, ну, как мы говорим, местные немцы были. Но отношения не имеют по сути к России. Вот мы были вчера в Севастополе, делали прямую трансляцию, так очень много людей мне просто в соцсетях писали и говорят, вот этот город мы помним, это очень красивый, хороший город. Поэтому я был сам удивлен, что настолько много, и когда я сказал, ну давайте тогда, чтобы вы активно, я буду вас поддерживать, активно работали по этому проекту, создадим официальную организацию друзей Крыма, и мы зарегистрируем. И регистрация, я думаю, уже в следующий приезд, я приеду с бумагой, где официально будет все зарегистрировано, это будет первый официальный штатус в Европе зарегистрированной, где стоит. Мы там не стали прятать, мы там друзья России, мы прям там написали, друзья Крыма. И администрация нам ни один вопрос по этому вопросу не поставила, почему, зачем, он признан или не признан. Процесс идет, и он уже в завершении. Но с другой стороны, если в оборот берется фактор той же государственной машины, да, или влияние неких внешних сил, да, в том числе зачастую и спецслужб некоторых государств, мы понимаем, о ком говорим, методы народной дипломатии, они в этом случае реально могут помочь? Или это исключительно формальность показать, что вот да, часть людей как бы поддерживает, могут даже практически все люди это поддерживать. Ну вот пример Украины, да, где все были против Майдана, да, а вроде как революция состоялась. Вы знаете, вот я часто вспоминаю высказывания министра иностранных дел Российской Федерации, господин Лаврова, он примерно говорит так, что, к сожалению, официальная дипломатия не дает того результата, который сегодня желаем. И остается один единственный и мощный рычаг, это народная дипломатия, которая должна повлиять на изменение мировоззрения граждан Европы по отношению к Российской Федерации, в том числе по крымскому вопросу. И в том числе, ведь мы почему говорим, что качественный состав у нас народных дипломатов из них, это те люди, которые сегодня контактируют, я имею в виду политики, да, общественные деятели, которые контактируют с верхними эшелонами власти в Европе. И, безусловно, хотят они, не хотят. Они, конечно же, оказывают некое давление на власть и на принимаемые решения. Поэтому это очень перспективная сфера деятельности нашей, я имею в виду народная дипломатия, которая дает свои результаты. И, конечно же, я думаю, в ближайшее время эти результаты будут более эффективными. Юрий, ну хорошо, а вот насколько реально добиться признания легитимности крымского референдума на Западе? Или, в принципе, что-то кому-то доказывать бессмысленно, да? Мы прекрасно знаем, как это было и какая разница, что они там себе думают. Вы знаете, вот русская поговорка такая есть. Собака лает, караван идет. У нас есть наши цели и задачи, мы к ним стремимся, мы их делаем. Лично, вот я смотрю, делаю срез по Крыму. Ну, как депутат я часто бываю на приемах граждан, общаюсь. Хочу сказать, что граждан Крыма сегодня эти санкции не волнуют. Понимаете? В то же время, в то же время, та же Германия, тот же сельхозпроизводитель Германии потерял 40% рынка сбыта у нас в Российской Федерации. Понятно, что сегодня граждане Германии, малый и средний бизнес, политики, безусловно, хотят убрать эти санкции. И потом, вы знаете, вот на мой взгляд, конечно, Крым не будет, наверное, в ближайшие годы признан Европой, территорией Российской Федерации. Я думаю, что, скорее всего, этот вопрос будет в некотором смысле заморожен, но с Крымом будут работать. Но мы говорим о формальности, да, а по факту будет... А по факту, да. Андреас, вот раз уж мы его подвели к теме Европы, да, по сути, старушка-то и сама переживает далеко не лучшие времена, и в формате Евросоюза она трещит по швам. Вот какова ее дальнейшая судьба, на ваш взгляд? Все-таки будет распад, да, или переформатирование? — Разрешите еще одно добавить только. Особенно для меня это очень важно всегда сказать. Я сравниваю ситуацию в Крыму с ситуацией воссоединения Германии в 90-х годах. И в Крыму даже есть превосходство, что народ Крыма мог иметь возможность на референдум высказать свое мнение. Мы не имели возможности. Я уже жил тогда в Германии. Мы не имели возможности. Я уверен, мы бы тоже проголосовали за воссоединение Германии. И поэтому, как Юрий Константинович тоже часто говорит, тогда вся Европа, весь мир хлопал. Воссоединение Германии, народ должен жить вместе. И сейчас идут двойные стандарты. Теперь народ Крыма решил демократичным процессом. Мы знаем, было очень много наблюдателей здесь, которые наблюдали за этим процессом. Народ Крыма сделал свое заявление и решил это. И сейчас это как бы все против, но это настоящие двойные стандарты. Поэтому со стороны, особенно моей стороны, мы бы должны были иметь более понятия. И поэтому восточная Германия это понимает. Простые люди и политики. Кстати, министры президента Восточной Германии тоже, скажем, принимают. Что вы говорите? Ваш второй вопрос. Вопрос, да, в Европе колоссальные проблемы. Возьмите ситуацию в Испании, когда регион решил тоже сделать референдум, сделать демократическим процессом. Мы их, Европа, разогнала, полиция разогнала так, что о никаких демократических процессах даже нельзя было... О чем говорить, если даже во Франции люди не требовали отделения, а просто требовали нормальной жизни, нормальных цен. И в Париже, можно сказать, Европа, да, у нас очень большие проблемы. Европа сейчас, можно сказать, уже формально разделилась. Там есть восточный блок, есть западный блок, есть вообще, который вообще ни в какой блок не входит. Теоретически сейчас в Европе принять какое-то решение почти невозможно. Поэтому в Европе серьезные проблемы. Я не думаю, что Европа как таковой процесс, как многие мои коллеги говорят, что в ближайшее время она развалится. Но я думаю, что будут кардинальные изменения в европейской политике. И все-таки тот процесс, который диктовался Соединенных Штатов Америки, централизовать всю Европу, чтобы все решалось в Брюсселе, он на сегодняшний день провалился. В Брюсселе условно, потому что, наверное, все решалось бы в Вашингтоне. Да, да, но он провалился. Этот процесс провалился. Что государства, национальные государства теряют влияние на политические процессы. И поэтому, я думаю, будут изменения. И я должен сказать, что Англия это первая страна, которая вышла из Евросоюза. И я должен сказать, это не последняя. Ну, может, все зависит от тех тепличных условий, в которых развивался. Вот сам Евросоюз. Закалки, может, не хватило, Юрий, учитывая то, что мы находились под санкциями и продолжаем находиться. Можно ли говорить о том, что именно эти ограничительные меры, они в каком-то смысле стали тем толчком, который заставил нас развиваться, искать возможности и, по сути, находить их? Вы знаете, вот когда к нам приезжают делегации из Европы, понятно, мы готовимся, делаем определенные программы, понятно, согласовываем эти программы с нашими гостями предварительно. Вы знаете, большой интерес они проявляют, допустим, к сельскохозпредприятиям, к медицине, к образованию. Ну, я вам хочу сказать, буквально вот у нас были норвежцы, были немцы, и мы побывали в Скворцово на предприятии. Когда они увидели те технологии, по которым они работают, они сказали, ну, в принципе, это европейские технологии, то есть, ну, вообще разницы никакой нет. Хочу сказать, что вот эти санкции, я уверен, они дали серьезный толчок для нашего производителя в разных сферах деятельности. И сегодня практически, посмотрите, значит, даже с учетом того, что у нас Украина отрезала нас от водной магистрали, да, в сельскохозяйстве у нас ведь все равно развивается, развивается предприятие. И поэтому нет худа без добра. Санкции побудили нашего производителя и всех нас создавать определенные благоприятные условия для развития бизнеса и обеспечения граждан и продуктами, и всем-всем необходимым. Спасибо. Ну, действительно, санкции, они в какой-то мере заставили нас развиваться. Уверен, что народная дипломатия, в том числе в вашем лице, Андреас, она теперь заставит Запад действительно понять все те процессы, которые происходили и продолжают происходить у нас в российском Крыму. Господа, я благодарю вас за беседу, вам успехов в работе. Зрители, я благодарю за внимание. Увидимся с вами завтра в этой же студии в программе «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин